Всем привет, сегодня с вами Сова. Это Раммэн, привет. Мы начинаем играть в Reaper of Souls. Сегодня Тургман 2, второй акт. И по традиции покажем очередную трансмогрификацию. Так. И Женя стал у нас... А ты её сделал? Я, да. Немножко. Женя стал белоснежной соркой. Соркой? Не стал белоснежной соркой. Ой, ой, ой. Дыха, дыха, конечно же. Очень всё симпатично. Пробил что-то... Что ты будешь рассказывать пока в профиле твоём? Пока что поставил я стихийку. Немного с ней побегаю. В принципе, Сова сейчас немного покажет. Единственное отличие от классика, это новый Vengeance я поставил. Новый скилл. Но вы увидите его в действии. Это, в общем-то, аналог Берсерка. Мы это уже говорили как бы. И сами пассивки вы видите на экране. Ничего особенного. Мне кажется, не обновились они у тебя. А, у меня же они не изменились. Ну, что ж я тогда скажу. Ну, выходи, выходи. Хорошо, сейчас тогда. Я про себя расскажу. Так, друзья, я заменил, наверное, с последнего видео две обилки. Смотрите, на Примари поставил магическую стрелу, которая имеет вот такой эффект. Вылетает, в общем, ледяная замороженная стрела, которая у врага подлетает к врагу. Она взрывается, имеет шанс их заморозить на одну секунду и наносит урон на 4,5 метра, 175 процентов от оружия. И также вместо Energy Armor я поставил Ice Armor с фишкой в том, что при атаке, ближней атаке, в общем, вы стакаете до трех раз на себе баф, который увеличивает, собственно, броню на 20 процентов. Да, в течение 30 секунд. В принципе, мне это дело понравилось и буду так бегать. И в пассивках поставил иллюзионист, но это, мне кажется, еще с прошлого видео, которое подкатывает MirosMH. Так, Женя перезашел. Давайте посмотрим профиль. Да, теперь тут изменился скилл. Ну, в общем, замедлялка на регенерацию Хатрида. Это все, оно будет в процессе меняться, пока я, потому что не бегал с этим билдом, мы посмотрим, будет мне ее хватать или не будет. Я ее могу заменить потом. Элементальная стрела на молнию, шаровая молния, всем известная. Кульбит на акробатику, который снижает на 50 процентов стоимость дисциплины на второй кульбит в течение 6 секунд. Это крылья под ЛПХ, волк и венжинс. Из пассивок это арчери, перфекционист, блат венжинс. Это возмездие. Восстанавливает 40 Хатрида и 4 дисциплины с каждой сферки. Ну и плюс пассивка на реген, это разумие. Угу. Это все. И вот я на большую трансмагрификацию сделал коричнево-оранжевый 40, очень симпатичная. Вот, и мы поехали на плато. Играем на Торма 2. Буквально в прошедшие дни накатили новый патч на сервера. Очень много изменений вот в процессе игры. Мы потихонечку вам о них будем рассказывать. Вот что-то уже рассказали в прошлых видео, что-то расскажем в будущих и в сегодняшнем части. Так, нам здесь что? Проклятый что-нибудь. Шрайн, да? Угу. Так. Бада-бум. Видите, друзья, они, собственно, заморожены на одну секунду и небольшой там АОЕ на 4,5 метра при взрыве вот этой ледяной стрелы. Ну и ЛПХ от нее там приходит по 5, по 3-5 тысяч. И как назло, стоило мне поставить пассивку на реген со сферы, сферы сразу закончились моментально. Закон подлости. Чувствую, сейчас надо обратно ставить сталкера. Ух ты, сколько много. Ничего не знаю, я вышел. У меня там не было. Я просто мимо проходил вообще. Так, Аркана вроде откатывается более-менее. Ой, ой, куда я побежал? Чем плохи вот эти птички, их не видно вообще просто. Ой, 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 сейчас мне будет больно, да, больно. Ааа, убили меня. Понятно, 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 понятно. Сверки, сверки. Нету сферок. Ладно, давайте уничтожать вас, потому что вы недоели. Слушай, они очень часто прокрут свой аффикс. Аффиксы даже. Прям очень часто. Порода у них такая. Злая. Да, да, да. Злые, злые они. Так. Упс. Упс. Прилетают прям вообще будь здоров. Подсверка, ура. Ой, а мне легендарка упала. Ха-ха, не так снимаем так. Бегом такие, колечко упало, круто, слушая. с этими не знаю, что за колечко иконки не особо понятно. Сейчас распознаю. Это старое колечко. А, Oculus? Да, да, да. Да, Oculus Ring. Классное колечко, между прочим. А что тебе? Reduce damage from elite на 15% не хочешь? Снижение урона от элиты. Всего урона. Наверное, даже его поставлю, потому что он апает меня неплохо. Ну, по дамагу приседает на 7%, зато по Тафнсу и Хивингу апает. Надо понять, вместо какого... Так, я поставил себе сталкера вместо восстановления со сфер. Потому что концентрации не хватает, сфер нету, и все. И я сливаюсь в полную банку, восстановить ее нечем. Можно, конечно, поставить вместо Vengeance преп, но пока не хочется. Потому что это снижение урона. Причем солидное. Еще 35% экстра голда, и еще лек, 5000 дополнительных. И теперь у меня убийство, всталение здоровья после убийства, аж целых 14 тысяч. Ух, ух, силен, силен. Силен. Ладно, побежали. Пошли, бродяга. Потому что мы здесь одну только литку пилили. Несколько минут. О, гоблин. Гоблин. Пиу, пиу, пиу. Сейчас дай вот этих вот... О, деселитка еще. Давай маленько отползем назад. Ой-ой-ой, они меня заферили, как неудачно. Иди сюда вот. Ой, что ты будешь делать? Да. Ты не ставь купол на эти штуки. Ой, да, я уже вижу. Я умираю просто в копию, в секунду. Да, да, все, сори. Привычка. А, там он еще и подземный. Что-то нам повезло в этот раз. Угу. Так, где он? Да, он подземный ушел. Сейчас вылезет. Вон он. Внизу. Да, вижу, вижу, заморозен было. Отлично, вылез. Ау, я опять купол. Ривычки уже. Тынь, тынь, тынь. Так. Ау, кто уже ушел оттуда. Ну, где он? Вот он. Да он вылезет, спрячется, вылезет, спрячется. Стеснительный какой. Да не говорю. Все. Отлично. Так, ну что, стихийка вроде бы даже и неплохо, потому что с порезанным хп-мобом более-менее нормально. А гоблин где? Он, мы его сам. Наверху, наверху. Нет, мы его не спулили. Пошли, пошли к нему сходим. Угу, сейчас. Потому что я в упор не вижу. А наверху там сидел. Вон там, где дверь. Ну что, пойдем? Да, я уже здесь. Ну, чтоб его мне не дают, обилки сменить. Ты его загрел? Порозит отлично. Да, мы это сделали. Стрелочка у нас показывала вон туда. Пойдемте к ней. А ну их! О! Так, ну потихонечку разносим, все. Так, пойдем уже, наверное, к нашему... О, сундук, Жень. Угу. Сейчас попить попустили. Ух ты, элитка. Угу. Ну на этот раз 30 секунд, лишь. У-у-у-у-у. А раньше что было? Ммм, 25, по-моему. Ой, что-то там зажали меня. Слушай, она такая довольно деревянная. Опять подземная, потому что... Ай-я-я-я, ну... Блин. Стены там какие-то непонятные, и все в огне. А вот. Что? А вот. А вот. Халява хотел, да? А ты еще и купол поставил на молнии молота. Хе-хе-хе. Да, да мне не долетайло. Да, да. Ну вот, естественно, естественно, да. Я поэтому снаружи поставил. Оттуда постреляю. Все, что будет? Она подъема спряталась. Все. Так, все. Все, все. А мы не успели, да? Нет, конечно, сейчас. Так, нам нужно обижать вот этот... Скалу с другой стороны. Там нас будет ивен на какого-то проклятого чернокнижника, что ли, вроде. В смысле? Там шрайн у вас. А, просто шрайн. А, нет, это я про ивен что-то вспомнил. Такой был ивен, там помнишь, какой-то шаман или демон. Так. Так, около входа их оставим. Чё, пошли? Не, уж давай, как-то, будто бы, где-то. Ай! Ты быстрей говори. А, ну, в принципе, что тут? Волны, ну... Ну, на тормете, да, вал, шансов мало. Мы никогда их не успевали особо. Тем более, они кончились. Ну, правда, этих мелких шаманов может быть и сделаем. Всё, посмотрим. Ну, суждено, оно прошло, да? Ну, это третий, да? Ну, всё. Не успели. Хотя, вроде, выносили быстро. Всё, баути-комплит. Пойдём дальше. А у Асис... Один миллион, четыре миллиона экспириенсов. Да, друзья. Не, опыт, конечно, море. Прогон растёт очень быстро. Особенно это видно на моей циферке. По сравнению с прошлыми видео, да? Ну, да, да, да. Потому что у Савы-то всё-таки побольше, но его не так как-то заметно. А вот у меня очень быстро. Просто очень быстро растёт. Кстати, друзья, обратите внимание, вот, количество мовов, которые нужно убить, именно в баунти, теперь немножко изменилось. Там раньше было 50, например, либо 40, а сейчас по 100, по 150 бывает. Вот, то есть они стали немножко более длинные. Немного. Но, с другой стороны, раньше было постоянно, что убиваем 50 мобов, а потом ищем одну элитку. А сейчас примерно так, что пока ищем элитку, но раз набиваем 150 мобов. Ну, примерно так. Примерно так. Куда-то я ускакал. Ой, это меч, вертолет летит. На улице вертолёт прилетел. Недалеко находится вертолётная база. Кстати, пожарники, Жень. Пожарные. Да, пожарные вертолёты. Так, нам нужно убить с карталона некого. Некуе-го. Некуе, скажем так. Некуе, да, чудо-юдо. А, кучка. Да, идёт кучка, и там ещё гоблин справа от меня. Да, друзья, броня, смотрите, апается. Во-первых, Тафнус апается примерно в два раза брони. Вот, 9 тысяч, там, порядка 9 тысяч. И Тафнус там в два раза от этого скачет, что, в принципе, неплохо мне понравилось. Так, ну чё, давай гоблина? Угу. А, кстати, синий. В смысле? Фиолетовый? Да. Стоять. Сбег. Ах ты, ускорился как. С купола убежал. Не уйдёт. А, правда, в купол заполз. Молодец. Молодец. Дед, как мало, да. Да, всё. Мы убили 82 элитах-морма. Сейчас добьём, в принципе, их. О, а что это было? О, а, вот он. Это вот та летучая. Птычка. Птычка. Хорошо, с фирмой это птичка. Ну, там, с рефлектом ещё, мама, в общем, не горюй. Давай заморозим её. Она не особо морозится. Крылатый ужас. Я ужас летящий на крыльях ночи, да? И жвачка, прилипшая к твоему ботинку. В принципе, а вот этот мой скилл... А скилл, говорю, всё уже. Обилка магическая стрела, да? Она позволяет мне на одну секунду заморозить. Это даст время метеоритам прилететь на голову. Или эту мобу какой-то одиночной цели. В принципе, неплохо, наверное, будет. Не то, что будет, уже есть. Так, 52. Ну, слушай, нам ещё полтинник мобов надо набивать, да? То есть теперь ситуация обратная. Да-да-да, что мы нашли белого моба, в смысле жёлтого. Но не нашли 150 мобов. И можно ключников, в принципе, если встретим. А, обязательно. Ключник любит шаровую молнию. О, толпа. Так. Маркизики падают. Ну, хочется империалов. Да ты уже понавыбил империалов, на самом деле. Две штуки. Ну, уже... Но ты же не можешь сказать, что ты их не выбивал, да? Нет, не могу. Это было бы неправдой. А там сейчас до сих пор идут споры, какие камни сделать начальными в релизе? Я бы делал вот эти самые макисбы и не заморачивался уже. Ну, там разные версии. На месте разработчиков. Кто-то предлагает звёздочные, кто-то безупречные звёздочные. Раз уж делать, в принципе, вайп, да? То, как бы делать его полностью везде. В том числе, в принципе, да, лидко. О, какая элитка. Полк, лови. Заморозкой. А, дайте уйти, то, дайте уйти. Стоять. О, балки свершили. Стоять. Хотя, в принципе, не убедёшь. Что, что, да, да, да. Да, да, да. Я рассуждаю про свой, это самое, кривой скилл, в принципе, можно поставить какой-то огненный, с огненной руной, чтобы дополнительно это пасть, спасибо, работала на повышение, как на крест шанса. Здесь я вернула. Ты вернул огненную пассивку? Да, я поставил её. У нас здесь есть огненная руна, но работа она не очень прикольная. Хотя, да, попробую. Слушай, я сейчас с экспрессом пробегу, может быть, ключника на том, что хочется, хочется ключника. То есть, друзья, фишка в той, этой пассивке в том, что огненные, все огненные скиллы, они поджигают оцель. Вот видите, она загорается, и им дополнительный повышается шанс на 6% нанести, собственно, критический урон по ним. Ну, надо посмотреть на счёт арканы, как быстро она будет восстанавливаться. Потому что метеориты мои требуют её очень много. Ну, только у тебя агропок. Да, 130 штук даже. Может, что-нибудь убрать. Так, всё, забомбил. Нет его там. Слушай, не вижу. Может, фиксим? Ну, ладно. Пойдём, жалко, конечно, но пошло. Не видать. С него вкусный дроп. А что? Да не, не, ничего. Вкусный, вкусный. Ну, правда, сейчас уже не к 100%. Так, у меня элитка, что-то ещё, ничего не знаю. Так, друзья, в принципе, я ещё тестировал такой сплит. Сейчас тоже покажу. Ну, а это стрела, которая разделяется на три и наносит урон соответствующей. Ну, чё, убиваем? Ну, конечно, давай. Раз уж я повернулся, и ты не ушёл. Ой, опять купол с молниями. А, ну... Это такой няшный. Не знаешь, куда из него деваться. Да, давайте попробую со сплитом побегать. Всё, пойдём. Золотанкул. В архиве Золотанакула. Нашего любимого Золотана. И там, наверное, будет убить опять... Не, другой, смотри-ка. Ну... Том Кипер. Том Кипер. Хранитель. Как он называется? Архивариус. Ох, вспомнил. Да, был такой. Очевидный, причём он. Ну, я про него и говорю. А вот он уже впереди. Где? Ну, он, там стрелочку, видишь? Так, ясно. Телепорт-славер? А, да. Я уже далеко убежал просто. Вот он, архивариус. Это привидение. И он с заморозками. О, сколько их много? А, ещё он, да, копии свои ставит. Чё-то я забыл про купол. Вот так лучше. Ииии, ничего. Ииии, ничего. Да ничего не было. Так, смотрите, друзья, нужно убить 100 мобов. Да, мы убили 51 арона, арона половину. Кстати, вот, Женя, обрати внимание, что ЛПХ прилетает с этого самого с стрелы сплита. О, парагон-левел. Парагон-левел, градск. Маса. Спасибо, да. У тебя это гораздо более редкий гость, чем у меня. Да. На самом деле, я вот его взял в предыдущем тесте, когда тестировал билд. Взял очередной 146-й, а сейчас уже 147-й. Слушай, сам элитка снизу справа. Да, друзья, сейчас у меня появилось одно очко под прогоном, мы сейчас его распределим, я хочу вам расскажу немножко. Давай, жги. Калфлинг, Джейлер, Аркан, Молтон. Ня. Сейчас распилим. Да, главное туда не подходить особо. Все миллионов, жесть. А знаешь, что меня раздражает? Мирус и мейдж. Иногда, когда я проживаю, она меня толкает вперед, прям в лужу, например, или в шарик, очень неприятно. На самом деле, у копии есть еще один недостаток, как бы, он при разделении сбрасывает тебе рабочую пассивку на стояние на месте. Потому что ты сдвигаешься на какие-то вот доли метра, но он ее сбрасывает. Да, 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 совершенно верно. Пойдем дальше, друзья, смотрите, что я хотел рассказать про прогон. Во-первых, он теперь висит на кнопке горячей П. Вот, и вы получаете одно очко прогона по порядку, да, Женя, правильно говорю, что там Core, Offense, Defense и Utility. То есть они идут по кругу. То есть сначала получить там Core, потом Offense, потом Defense, Utility и так далее. Вот, в текущий момент у меня Defense защита, и я сюда поставлю на процент к жизни. Вот, один 0,5 процента, он мне даст 432, 2000 хп, в принципе, тоже неплохо. А что у нас там у руины? Да. Они могут быть как внизу, так наверху. Да, мы уже убить там на втором этаже абсолютно всех. Тут зависит от уровня руин, насколько они будут большие, толстые, локтые, литки. Опять птички, фугадость. Да, второй акт вот этим вот... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, там весело. Шахматы зло. Как игровая дисциплина, нормально. А вот в виде аффикса не особо. Кстати, а шахматы являются олимпийским видом спорта? Вроде нет, да? Ты такие вопросы задаешь? Я даже не знаю, что на них ответить. Ну, альпиада там идет. Сидела. Да, будь того не может, она уже началась? Да. Началась вот, когда это видео будет в сети, наверное, она уже будет в разгаре самым. Если не закончится. Не, не, не закончится, в разгаре будет. Ну, ладно, поверьте на слово. А мы литру спилили? Да. А там снизу, снизу лут. Снизу лут? Какого? Ну, рядом с теми стенах. Ну, у меня выпало колечко там, и еще там что-то, что-то непонятно. Ну, и фиг с ним. Так, а мы сюда вообще идем-то? Слушай, мы ищем вообще вход в подземелье, потому что у нас обычно одно подземелье здесь, наверху. О, некромант стоит. У нас одно подземелье ниже, как он называется? О, да-да-да-да-да-да-да-да-да. А здесь, в локации-то в этой? Не факт, но может еще и сверху быть. Еще и лидко. Пойдем на... О, судя по всему, здесь нету, значит, на верхнем. Пойдем. Пойдем. Здесь две точки, где она спавнится, а они обе пустые, значит, идем наверх. Ну, кто-то идет, кто-то прыгает. То есть, сколько, сколько. О, сколько их тут много. Слушай, нет, там другая локация уже будет, жаль. Почему? Там та же самая локация. А, да, вон она. Пойдем. Я иду, уже иду. Время для меня. Ну, ты хоть постани, достану, я стану, да? Так, заходи. Нет, все-таки я хочу, чтобы пульсу возвратиться, потому что его один раз костанул в купол, и он там ходит, бродит. Хе-хе-хе, сам по себе, да? Ну, а что, да, там критикуют со страшной силой, а тут постоянно ЛКМ прожимать. Что-то надоело. Взяли нефалемскую доблесть. О. О. Ой-ой-ой-ой. Вот, поставил купол и запустил туда молнии, и все. Она там критикует, а вот эти цифры желтые. Вот и все. Была элиска, а нет элиски. Ну, да, в принципе, как-то шустр-шустр. Довольно-таки. Ну. Ну, желтая вещь. Ну, да. Так, я полный, слушай, вообще по-самое, по-самое-самое. Ну, пошли. Так, я пойду, я пойду в город. А, давай, я поищу пока второй, в принципе, у меня место есть, я пока поищу. Ой, лидка у меня. Ну, уж, теперь ты ее сам ковыряй. Да, ну, пойду. Хотя ладно. Там на полу сам пускай защищается, да? Тынь-тынь. Разобрать, 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 это все в хлам. Дым, дым, дым. Слушай, что-то она быстро распыляется, что-то жесть. Где-то так шок-пульс хорошо стал дамажить внезапно. Вроде прошу к пульсу, я что-то не помню. Ты возвращайся, а то сейчас я ее распылил. Я уже вернулся. А где ты распылил? Она просто иллюзионист. Ну, вот это точно неллюзионист, она сейчас кончится. Так, ну вот последняя. Все, кончилось. Ну и да, в общем-то. Нормалек. Слушай, ну мне дико нравятся новые турельки. Визуально? Они так классно выглядят, да. Ну да. Я хочу ее в билд, надо будет ее попробовать воткнуть, кстати говоря. В пару к моим, из арбалетов. Буду стоять, бегать кругами. А турели сами будут все растеревать. Му, ха-ха-ха-ха. Да, здесь тупичок. Подзывели, конечно. О, эти самые, да? Да, без разницы. Мы ее прямо в куполе там и отставили. Там тоже как-то быстро стало разрываться. Труд второй вроде, как и был. Да, мы и так их не сильно долго пилили все-таки после пачка. Так, где второй вход? Наверное, у тебя там. Здесь, ко мне. Бегу, бегу. Бегу! Не, ну я его еще не нашел, но подозреваю, что он здесь. Потому что ему больше некуда деваться. Смотри, друзья, я снимаю один, снимаю второй, снимаю третий. Что, Тафнус какой у меня большой. А, вот еще снять надо. Да, вот Тафнус совершит пять миллионов. А так до восьми там с копейками. Хорошо. О, колечко, штанишки, еще штанишки. На интеллект почему-то. Так удивляет, что падают штанишки на интеллект. Обалдеть. Ты не говори. До такой степени уже привыкли? Сам эпик будет, если мы ни в том управлении идем. Хотя вроде... А вроде тут больше некуда. Да, вот здесь вот где-то второй выход. Сто процентов. Нет, не у тебя. Да, скорее всего, у тебя. А у меня элитка. Может, пойдем? Куда? Ну, вперед. Ну, элитку-то надо убить. Грех. Грех. Легендарок не будет. Ой. Ой, 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 сколько их там много? А где она вообще? Да вот там остаток, все. Уже, уже, уже все. Так, где вход-то? Точнее, выход. Тут тупик. Налево. А я пойду налево, а я пойду право. Да, вы просто, друзья, огромен. Агроменский. Что-то реально огроменский. У тебя? Пока не вижу. Да, у меня. ТП, ТП. Я сейчас внутрь зайду. Ага, ТП. Сказал. Пошутил. А что? Что я такое рассказал? Ну, если не учитывать пару десятков мобов вокруг меня, ТП не удастся. А помнишь, как ты выскочил в пятом акте, и меня съели мухи? А вот. Если честно, то помню. А вот. Это моя псяка. Так, друзья, нам здесь нужно уничтожить, изничтожить всех. Вот. Вот как по голове молния бьет. И еще лучше стоим за чем-то. Да, вот. То, как бы, сорка отпрыгивает назад, то вперед, то вбок. Лучше бы она отпрыгивала как-нибудь в одном месте. Это она специально, она вводит мобов в заблуждение. Слушайте. Сейчас порвем. Раз волк завыл, значит, им пришел конец. Так. Волк он так твой, его не обманешь. Май бэк из фул. Ты ж только что распылился. Ты распылился, я искал вход. Сейчас пойду быстренько сбегаю. Ну, да, сход немножко начал копиться, хотя... Делать пока с ним... Нечего, да. Жалко все-таки, что допатчевые вещи они тоже сделали, что их не энчантить. Так, это колечко хорошее, мы его оставим. Ладно, старые легендарки, а чем им не угодило то, что уже выпало здесь? Непонятно. Ну, я подозреваю, на самом деле, что просто... Система. Так, может, что если все, значит все. И программистам там что-то переделать, ламы. Если это утрировать... Так, на ней это... Или это... Убить всех, что надо не пропускать никого. Суша, тут это будет тяжело, смотрик сколько. Надо пытаться. Ой, 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 ой. А я думаю, почему это как хп летает? Они с цепями. Злые не пустятся. После этого. Взяли цепи принесли. М-м-м. с так как закончилось так это уже окей только такой пулемет но согласись эффектно может быть может быть слушай а если это эти руины такие же по размеру я их просто буду ругаться долго второй этаж обычно меньше все таки второй этаж обычно меньше но тут несколько уже побежали о сундук золотой 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 и ничего 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 плечо полка все это не причем выходит что желтые причем поэтому их объем а потом назад без вариантов но вот все хорошо что есть хотя бы на последнем оба иконка в 10 пунктов пока сколько сколько их осталось и это значит на карте потому что начинка так что такое вот моп один один совсем один так вот видите друзья пять штук вот они на карте отображаются а тут они были да да здесь они были 19 друзья миллиардов оооо 19 миллионов миллионов экспириенс два баллашарда один фрагмент для ключа для рифта и 124000 долга ой меню кланов открыл зачем то это белка да последний 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 ивент у нас на беляла сейчас мы это сделаем ух элита с цепями опять твоими любимыми а ты их в общем не уважаешь да ну как тебе сказать чтоб не видеть в принципе я их люблю наверное поскольку они няшки нежные нежные сзади да ну позвольню не буду делать но кто тебя знает меня вообще никто не знает опять элитка ну что такое да это кстати это не элитка это просто отдельно стоящий желтый нет это элитка а элитка а да слушай элитка действительно что заглядывать и что это как ой на улице плюс 3 все течет грязь ух зима хорошо хорошо да зима побывала буквально неделю полторы да и все зима кончилась зима где она вообще да вот он у меня а я пытаюсь ее найти думал столько куполов купола 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 пойдем уже пойдем уже слушай у меня уже штаны дымятся так бегать штаны дымятся ну смотри они аж позеленели от запаха а зима в прошлом видео это видео выберешь да пахучие пахучие штаны слушай а я не помню мы их в видео выбили или нет ну в общем это да это вот такие пахучие штаны ой зачем я их снимаю не надо их снимать с ними акцептуй акцептуй акцептируй во я в них попал я попал ногами в штаны да да я попал в общем да такие штанишки ничего особенного но хе-хе-хе я их помню выбивал на хардкоре войны и бегал в них радостно хе-хе-хе и т1 они кстати достаточно неплохие штанишки особенно на этих низких уровнях они по-моему там и падают у них какого 20 уровня да 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 что такое сейчас у нас в легендарке они 70 которые раньше были лоу-левельные кстати пока вне видео мы тут немного бегали я умудрился выбить вы не поверите сет декарда каина а кстати да на 70 уровень да 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 вверху билл не упал ни разу вообще в оригинале да мне тоже я его не видел ну вот а мне сейчас выпал он на 70 уровень и за два предмета он теперь дает на 70 исключительно уровне это плюс 8 процентов к скорости атаки она за три предмета за три или за четыре я не помню за три вроде да дает плюс 50 процентов мф и плюс 50 процентов к получаемому опыту плюс 50 не 30 как раньше а 50 мне очень понравилось да и он там насколько я помню они 70 уровня или тоже 70 70 да но я же его на 70 выбил поэтому он приравнялся я в том плане что там будет ли смысл его одевать а почему нет парагоны качать очень будут парагоны качать при условии что их так апнули нехило в текущем в текущем бете вот прикинь у тебя сейчас баунти 20 миллионов а со штанами с этими у меня будет 30 миллионов ну да хотя то что я не помню он работает на такой опыт или он но только на мобах честно говоря надо будет посмотреть хорошо просто не знаю так он говорит что видал у нас всех в одном месте вот мы ему отвечаем к тем примерно тем же и сейчас будем изничтожать а купол интересный будет мне работать ахаха два раза да зато зато после каждого удара я могу прожимать копии кстати они сами стакуются да ну смысле не заменяются там 4 8 копия нет по моему всегда одинаково количество ну в смысле они заменяются насколько я помню но и так что мы снесли примерно треть еров сейчас не всего что получше попал точь точь в том что то что отчет а я так же а у него было а чеи года пока волк вольт да перестаркуются ой так надо уйти подальше от их уполов потому что я не вижу куда будут подпишись но это понимает что не будут падать на голову долл я понимаю что нибудь не падает на голову ума заметь какие красивые а молнии очень красиво ничего не знаю я красивее ха 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 у меня лазерные лучи кончился белял ума беда на тебе отомстил а лучше 4 о папа а меньше мне что то упало я пока не пойму что это такое ахаха Женя это прикольная штука это легендарка а что ледянки ааа нет легендарка ледянки ааа нет легендарка ледянки нет мне упал на самом деле один из тех предметов про которые ты рассказывал в одном таки из видео по поводу я тоже задумался бутылка нет если была бутылка я бы скакал бы это предмет 70 уровня на спутника аааа скелетон кей мы да и ума особо его тоже не видели и обрати вообще я его даже в чате не разу а Женя обрати внимание на афикс если вы оденете его на фолловер то он не умрет да не умрет не может умереть а это кстати имба в том плане например на хк только прикол в том что обрати внимание он выпал у тебя на интеллект а это предмет на этого самого да на негодяя да но его же можно перековать ты собрался перековывать негодяя? ну в принципе конечно да то есть я могу взять например дыхашку взять этот амулет ну в смысле предмет как его можно перековать на принципе как бы декстерея а кстати вот обрати внимание он у тебя бинт это то аккаунт он пикап ты его передать не можешь мне смотри ты его с ним ничего еще не сделал но ты уже его передать не можешь или можешь там написано что интересно а ну да а почему? это же обычный легендарь почему я не могу передать-то? у меня он в чате почему-то пишет что он при поднятии бинтится на аккаунт 빼нят смотри на чате не верь всему что пишут в чате смотри в чате он написан что при поднятии бинтится да мне тоже но это видимо ну не знаю Ну, в общем, да, мы наконец выбили эту штуку. Непонятно. Непонятно. Из-за чего она нужна нам, да? Ну, ладно, оставим. В принципе, это будет запасная сфера, если что. Положим вот сюда. Вот, и распыляемся, поскольку ничего интересного не получили. Хотя, вроде неплохая сфера на 2,2% апает. Но не хочу ее. Слушай, не, у меня какой-то трэш. Другим этого не назвать. О, точно, точно. А я, как же ж, опять старый сундук, мешок. Да, опять старый мешок и ничего. Кстати, обратите внимание, что падает в конце баунти по 2 стабильных фрагмента. Ну, это из мешка, да. Отдам бесплатно. Слушай, я никак не могу попасть в эту надпись. На интеллект? Слушай, носи сам солнце, носи. Ни в чем себе не отказывай, да? Так, друзья, мы завершили это видео. Говорим большое спасибо, что нас смотрели. Подписывайтесь на канал Диаблопедии. И до новых встреч. Удачи.